Вот, ты знаешь, ну кто я не могу... Поближе, садись сюда, поближе, я там лучше буду слышать. Потеряю стяжитель я, учитель 11 лет, в школе работаю. Учитель какой? Чего учитель? Физики, химии, биологии, физкультуры. Там в школе, в школе, да? Да, да. Нынче было у нас 11 детей в школе и трое учителей. Вот один из них я учитель. А вот брат, вы дети? Я в Барнауле. Я недалеко от Игнатия Тихоновича живу, в Барнауле. Так, если ничего нет, я скажу вам сейчас. Вот вы сейчас там говорили, вернусь к этому. У нас в храмах так хорошо, у нас там священники проповедуют. Внимательно вникните, что я буду говорить вам. Не привыкать, а оспаривать. В Израиле все было хорошо. Израиль знал, что это единственное место в мире, где люди будут приближаться к Богу Иегове. Об этом говорится в 3 книге Царств, 3-я, 5-я глава. Когда Соломон простирал руки, Господь, если иноземец придет и будет вопиять, услышь его. Это его молитва, первосвященническая молитва была. Христос пришел, приняли? Израиль день и ночь, написано, служил Богу. День и ночь. И когда пришел к своим, свои не приняли. Нам ничего не понятно, что это делалось. Они все делали для того, чтобы пришел Мессия. Все. Субботу тщательно. За субботу самого Господа признали. А это не от Бога человек, субботу не соблюдает. Вот как соблюдали. Даже в самом Господе они нашли изъян в неправильном исполнении субботы. Пришел к своим, свои не приняли. Стоит рассудить. А Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Вот это истина православия. И этого не надо бояться. Стефана слушает. Он говорит, как через Черное море Бог перевел. И они внимательно слушают. И кажется, зачем ему было менять ситуацию? И дальше он резко меняет разговор и говорит, вы люди жестоковыенные. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Вы сделали, дальше распяли Господа Иисуса. Сразу же изменилась обстановка, его побили камнями. Ни один человек, который по совместимости характеров работает, вот в космос направляется, смотрит, чтобы одинаковый характер был. Ни один не одобрит Стефана. Его слушали внимательно. Прекрасные слушатели. Он проповедник прекрасный. Зачем он ситуацию сломал? До этого момента они слушали. Дальше апостола Павла, когда арестовали, повезли по лестнице. Его, когда начал говорить на еврейском языке, умолкли все. Его убить готовы были. До определенного момента, когда он начал говорить о Господе, о посланничестве. До сего места слушали, а затем подняли крик истребить такого из земли. И бросали пыль и одежда над головами. Почему великие такие пророки меняли обстановку не в свою сторону, не в свою пользу? Бог дороже всего. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Ну давайте, Моисея. Да они не просто гнали. А кто ты такой над нами? Ведь все народ Божий, священство. Да к вам на веронной колеи. Живым сольешься шри в ад. А то кара не от Мансея, а то от Бога. Кого из пророков не гнали? Пророка Исаию перепилили пилой. Иеремия в грязь бросили. Того убили, того обезглавили между храмом и жертвенником. Кого из пророков не гнали? А что изменилось? И у каждого был свой батюшка, каждый ломался. Благословите батюшка, что благословите камень бросить, благословите, как у Яна Гуса, полено подложить, чтобы сгорел быстрее. Иеремия, тебе Дух Божий подсказывает, что это правильно там было. Вот приехал ко мне священник один. И говорит, ну вот я не пойму, читаю ваши книги, ну все правильно. Ну почему священники вот так прямо от вашего имени одного нет? Я говорю, они конкретно что-то могут указать, нет? А что ты удивляешься? У меня в пророческом духе книги написаны. Я ни с кем не советуюсь. У меня цензора никакого нет, только моя совесть и Бог. Больше мне нет никого. А я говорю, вот у вас и парихиальное собрание идет. Ну да, да. Я говорю, ну вот там сидит архиерей, как всегда восседает. Но все знают, что это архиерей. Но никто не хочет знать, что он сотрудник КГБ. Все 100% архиерея вставники КГБ были. Все 100%. Это уже описано, Александр Нежный, в журналах опубликовано. И как их ставят, избирают. И самых негодных, 6 человек, на негоднейшем выбирают. А какие признаки? Ну первое, что было корыстолюбие. Был страх. Ложи, сейчас я закончу. В среде речи не перевивайте написано. Писание так говорит. Вы знаете это или нет? И теперь, ну дальше. У тебя доход какой такой? На стол хватает. Главные вопросы, которые в епархии решаются, только доход. Если он большую кладет, кажется, на мохнатую лапу сумму, все разрешается делать. Он и пьянствует, и самые смертные грехи покроет. Но если нет у него нужной суммы, которой выжать надо, беда священнику. Он говорит, я уже и машину продал, и квартиру заложу. Вот так заглотку меня душит архиерей. Отдай деньги. Я уже не знаю, что продавать в храме, чтобы отдать. И это всеобщие проказы. И мне, я вкрапление делал. А вы знаете такого архиерея, хоть одного в России, который бы когда объезжает епархию, чтобы не требовал дядек? Я говорю, знаю. А кто такой? Я священник много лет и даже не знаю в епархии ни одного. В епархии патриархии. Я говорю, я знаю. Епископ Евтихий Курочкин. Он у нас был епископом. У него носок даже нет. Он никогда ни рубя не просил. Ну батюшка наш отец таким едет, собирает там что. У нас десятина. У нас ничто не продается в храме. Торговля запрещена. Это зарубежные? Да, теперь уже объединились, как называется. Все теперь вместе. Теперь мы как раз те, которые приняли. Теперь их священники у нас служат. И архиерей приезжают служат. Теперь ничто не разделяет. Но нас разделяет отношение ко Христу, к Духу Святому. К церкви. К отношению. Ну и что? Ну вот приезжает батюшка. Требует денег. Ну нет денег. Ну расспроси, как духовное состояние. Хоть было такое ни разу. А как же это собираетесь-то? Ну вот вот епархальное собрание. Ну я представляю, как сидеть. На сколько вас священников? 125. 125. И вот кто-то подошел и стучит. Ну посмотри, кто там. Я же сказал, никого не пускать. Кто-то стоит там одетый такой вот. А что он хочет? Ничего не хочет, он отталкивает нас и лезет к вам. Интересно. Ну запустите. Он заходит. Так вы, князья Содомские и Гоморские, доколе будете соврущать с прямых путей Господних? Вы не иадатские князья, не иадатский епископ. Ты Гоморский епископ. Вы его примете. Вот он сказал уже. Стал и стоит, смотрит на вас. Вы греха не боитесь. Вот пост угодный Господу. Дальше глава-то знает, что есть. Это Исаия пришел. Вы его приняли? Не приняли. Вы его выставили. А он не священник. Заходит священник, заходит Иеремия. И теперь я ему места Писания говорю об этом. Вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Не надейтесь на храм. Все будет разрушено. До одного храма будет разрушено. Вы его примете? И приходи в собрание, 150 священников. Не примете. Кого из порогов не гнали, отцы ваши? Это сегодняшний день. Опустил. Я говорю, батюшка, вот израненный лежит, идет мимо священник, прошел мимо, левит подошел, постоял, еще полюбопытничал. Вы как думаете? Да я батюшка, говорит, сам думал, почему в такой неприятной роли выставил Христос священника, то он уже хуже некуда. Израненный лежит, израильтянин, прихожанин мой. И даже не остановился, промелькнул мимо. Почему? Шкура своя дороже. Как бы именно меня тут не напали. Согласен? Да. Но знаете, мне это неприятно, что о всех так думают. Я не такой. А мы сейчас увидим такой. Ты уже прошел мимо сто раз этого израненного. Ты его не видел. Я тебе докажу. Как они на меня смотрят? А он друг, он приехал ко мне за тысячу километров, священник. Я ему все по порядку и разложил. Это самое негодное сословие. Ты не веришь в это? Ты говоришь, в Момозавете они не такие. Ты веришь, что Серафим Саровский святой? Конечно. Так вот Серафим Саровский умел молиться. Так и мы молимся. Я говорю, он умел, а вы не умеете. Вы не знаете, о чем молиться. Его Дух Святой наставлял. И он поднимал руки, сфотографировано стоит на камне. И три дня, и три ночи молился только об одном. О русских архиереях и священниках. Помилуй, Господи. Его глаза открылись. Они погибшие, они мертвые, они изранные, они гнойные. И Бог вдруг заговорил. И заговорил, я не знаю как. Шум ветра в тутовых деревьях, там или как-то. Дальше прямая речь, кавычки открыты. Не пощажу и не помилую. Ибо вымыслами человеческими заменили заповеди Божии. Кавычки закрыты. И где эта настольная книга священнослужителя? Это центральный орган. По благословению патриарха Пимена. 601 страница. Первая строка сверху. И что? Как будто ни одного священника, спасенного в России, не было. А это современник Пушкина. Вот когда уже все это было-то. Вот оно где. А сегодня еще про это спрашивать. Вы хоть раз о Боге говорили. Батюшка едет, едем, говорит, с этим, с диаконом. Ой, у меня брат родной, священник. Ну хоть один раз о духовном говорили ни разу. Это еще маленький, что ли. Даже за лету у нас собрали. О духовном состоянии людей, о чем беседуют там баптиисты, адвентисты. Никогда и ни разу. Только о доходах. А дальше храм думаете строить? Как? Ну это неплохо храм построить. Ну и дальше сборная колокола на ризу священника. Это реалии сегодняшнего дня. Соглашаться с этим мы не можем. Почему? А я их люблю, священников. Вот был такой священник, Данил Сысоев. Убили его. Говорят, мусульмане убили. Еще неизвестно кто. А как вы смотрите на него? Сейчас мне вопросы задают. Готовится его канонизация. А зачем канонизация не нужна? Он святой. Он сам говорил, быть мучеником за Христа. Минуем вытарство, войти в царство Христово. Вот его убили, а мне сразу его приход, ну мы как заочно знакомы, сразу же перезвонили по интернету. И мы сразу стали молиться о нем. Он святой. И за 2000 лет, ну за 2000, а полторы тысячи, никто так не любил мусульман, как он. У него дед-то был мула. Он из этой, из татарской. Никто так никогда не любил мусульман, как он. Он умер, как ты в доме любящих, били меня. Он святой. Так а у него есть такое? Да, у него есть многое, с чем я не согласен. Не согласен, как он беседует с теми, с другими, там, где... У него свой опыт. И это я смело могу об этом говорить. Но он святой. Он был бесстрашный. Вот я беседую со священниками, настоящими такими. Скажите, вы отца Данила признаете, что он святой? Ну конечно. А почему не подражаете? Что? Боитесь? Он все говорил по Корану, разбирал по порядку и высказывал. Да, я говорил. Вот я разобрал целый том, у меня разбирают Коран мусульманство. Но я беру другое, что о нем говорено было, о Мухаммаде. А этот конкретно работал с мусульманами, которые принимали крещение. Я ни одного не привел мусульманина. У меня нет опыта. У меня нет опыта. У меня есть опыт вообще говорить о мусульманстве, и как их приводить, и говорить проповедь, и все, с других материалов брать. Я с ними беседовал, с мулами встречался. Но чтобы обращались, как отец Данила, нету. Здесь я перед ним, ну никто просто. Надо просто оценить себя и сказать, да так. Вот отец Геннадий Пас, я называю так. Ну это грубая такая елка, и на вершине там яркая звезда горит. А я внизу там какой-то там блестк один упал. Но мы возле одного дела. И я ему никогда не буду завидовать. Почему он другой? Ему дано, а мне не дано. Он преподаватель университета был, закончил семинарию, академию, магистр богословия. У меня ничего этого нет. И как-то у нас были разногласия там из-за, после смерти Яковлева. Я просто поставил все вещи на местах и больше об этом не стали говорить. Они канонизацией стали гнать его. Канонизация. Я говорю, какая канонизация? Вы просто канонизацию устроили уже, а не канонизацию. Вы почитайте его письма, посмотрите, как он не мог избавиться от самых простых греков. Но через это Господь мог его простить. Понимаете? Я ему неоднократно говорил, Гена, ты никогда никому не открывай вечером. А что ты боишься? Я боюсь, у меня одна жизнь. Ко мне стучаться, днем солнце светит. Мы на втором этаже, там жили для верующих, я купил домик для бабушек, паломников. Тут ваша жена пирожки пекла, вот мы хотели. Ее дома нет, ко мне входа нет. Ну, маги, ты еще боишься, я одна женщина? Да, я боюсь. А сам потихоньку, у меня сбоку окошко смотрю, она отходит, и два мужика отошли от нее. Я боюсь, я не открываю. Ко мне, если кто-то приходит, и солнце закатилось, я бы вот ее уже не пустил. Если это какая-то подговоренность. У меня все закрыто. А он так открыл, открыл, когда вея у него натянутая, просто смертельно опасная была положение. И он открыл дверь среди ночи своей смерти. Зачем? Один в храме. А он сразу ударил в грудь, сразу в горло ему и поразил его. А дальше, как резал голову, плакал, тут уже проще. Зачем открыл? И это все понимают. А настоять на своем, не надо этого было делать. Надо было послушать не ходить. Да, предусторожность. Вот сегодня мы поставили машину в стороне. Да, хатам тоже ночевали. Это не пример. Пример тот, что мы в стороне стояли. Они знают, как я перестраховавший. Десятикратно. Но это спасает жизнь. Это к примеру, я говорю. Спорить не надо. У тебя опыта никакого нет. А вот это опыт. Его уже нет. Он испытал один раз, но повторить это уже никому не удастся. И поэтому... Но он не дружить не должен. Как говори? Не должен был с ними раньше дружить с этим человеком. Да и сказать, что дружить он не дружил. Он сказал слова, которые нельзя говорить. Он ему сказал. Вот Руслан, вот ты такой-то жил. Пошел Кришна эти. Какая твоя жизнь-то пустая? Зачем ты вообще живешь? Я просто... Слова его... Это смертельные слова. И он сразу решил, пришел домой. Кришна повелел мне его убить. Вот сидят в камере. В Барнауле. В камере. Посадили двоих убийц. И один с другим разговаривает. Один Маслич, фамилия его. Маслич. Ну и рассказывает, как я убил, сколько убил. Я семь женщин там взял, задавил и прочее. А вот этот парень, ну что-то мне не понравилось. Я взял его, зарезал. А он возьми ему, скажи это, второй-то. И говорит, Саша, вот это вот ты зря сделал. Это можно было не убивать. И он вынес себе приговор. У него убийца. Он ночью его задавил. Шариковая ручка у него. Асфальт, этот, пол наточил. Вскрыл ему грудную клетку. Вытащил печень сердца. У него, у них кружка есть. И в кружке зажег одежду. Курить-то, спички дают-то. И варил, и сидел, и ел его, съел. И работал с ним наш брат, Севастьян. Он сказал слова, жизнь-то твоя здесь совсем напрасная была. Эти слова нельзя говорить. Нужно сказать, сославшись на Христа и за Христа спрятавшись. А ведь Христос в Евангелии вот как говорит. Где на ему последний момент, именно как он говорил, я ему врезал. Вот и врезал. Я знаю, беседовал, что отец Геннадий там целую брошюрку написал. Зигзаг, молнии. В ночи там уже читали. Я на все это отвечаю. Там начали северное сияние, значение. Я говорю, он сидит в тюрьме, смотрит северное сияние тоже. И говорит, хорошо, Криша помог. Баптисты, самое главное, непонятно. Накануне смерти приходит баптистский пресвитер, к нему Геннадий. А он, Геннадий, по старой комсомольской привычке так же добить их. Потому что дети приходили в храм, а из храма к баптистам попали. И Геннадий возревновал. Возревновал их, в докладную, уполномоченному. А тот в КГБ. Это комсомольские свои навыки он полностью перенес сюда. В этом покаяния у него не было. И тогда пресвитер баптистов, видимо отделенный, пришел и сказал, «Скоро ты узнаешь, что Господь тебе покажет». А что это значит? Ты читала про это? Нет. Теперь, а что вы там, Геннадий говорит, а что вы там сделали? Он говорит, что скоро узнаешь. И они ушли, и когда хоронили, и на них смотрели, ни одной шторки не открыли. Они на коленях стояли, они молились. Я больше знаю, чем они знают. Ко мне интересно обращаются враждующие между сторонами за примирением. И баптисты целые общие примирялись. Что это означает? Вечность откроет. Так они баптисты, поэтому им Сатана открыл, потому что Сатана убил. Ну, один вариант. А другой вариант. Другой вариант, что это было им открыто от Бога. А теперь с этой позиции рассуждайте. Вы не... Вот следователи, допустим, ищут кого-то, то они разрабатывают все варианты. Один вариант такой. Ну, сын был найден убитым. Убили родители. Второй вариант такой-то. Соседи украли. Третий цыгане. Третий напал зверь. И по каждой версии целая группа, там, 3-4 следователей начинает работать. Разрабатывает. Как Александр Мене. Ну, разное. Убили евреи за то, что он назначался. Убили православные патриоты. Тоже группа. Ну, Горбачев держал на контроле. Все группы разработали. Его нигде не нашли. Я был в Москве, спрашивали. А вы предполагаете, кто мог убить Александра Мене? Предполагал сразу же. Я сразу сказал, где его искать убийцу. Вы искали там, не искали. А почему вы решили там? Да не решил просто. А где вы думаете, кто... А зачем я буду говорить вам? Уже сказано, где надо было. Там его не искали, убийца. Я обосновал. Во-первых, а почему убил? Вот поэтому-то. А если бы не убили, что было? Что они предвидели? Вот что он будет делать. А что он будет делать? Это действительно он такой, он очень активный был. Это русские патриоты. Это русские патриоты. И вот патриоты я называю фамилии. Там несколько группировок было, которые самые активные были. А почему? А я среди них был. У нас была война между епископом и священниками. Когда архиерей... Они платили, допустим, каждый месяц, чтобы 3,5 миллиона было общее. Он сказал, 4 миллиона. А те уперлись, у нас денег больше нет. Началась война между архиереями. Патриархией, и все. Священники. А нет, и он их всех запретил. А они продолжают служить. Они как раз строили храм на Валтайсто. Жгут костры, дежурят. А они тогда пришли. А там штыри на каменной стене. Это полез священник, засыпился, это штурмовать. И все это на телевидении, и все показывает. А мне, значит, местный архиерей меня вызвал. Что мне делать дальше? А эти приехали оттуда, меня вызывают. Приезжайте к нам, посмотрите. У нас ситуация, город на город уже пошло. Что делать? Я советую тем и другим священникам, вы примиритесь с архиереей. Попросите прощения. Он не прав. А ему... Прости их, они виноваты, но прости. И они пришли, когда примирились, они каждый выскакивали в меня за руки. А на завтра газета «Победа». Я говорю, какого медведя достали? В берлоге убили. Какая победа над своим архиереем? А до этого уж они ласкали архиереев. Это все до времени, я не верю в это. Любовь может быть только на основе Христа. Самоотдача. Деньги не поделили. А теперь и того нету. А архиереев 41 год умер внезапно. Тут все глубже надо смотреть. Нужно смотреть с обратной стороны. А что там? Вот ты иди к фараону. А я, Бог говорит, я ожесточу. Что иди, знают. Люди видели, Моисей пошел, давайте молиться за него. Я вчера у фараона был, он так расположен там, он сегодня отпустит. Но никто не знает, с обратной стороны Господь говорит, а я ожесточу сердце. Я ему сейчас напомню злые дела евреев, как они любят деньги, как обирают вас. Идите, и он вас выгонит. Бог говорит, я ожесточу. Не умягчу его сердце, а ожесточу. Ну, считай. Как это может быть? Тебе не надо рассуждать. Все в руке Божией. Ты должен это принять. Он ожесточился, да, следующая, седьмая казнь пойдет. Потом десятая. А потом, потом отпустят. Мы должны согласиться вписаться в Божий план. Его воля такая. Я не слышу. То есть слышу, но плохо. Это воля Божия. И как я рад этому. Я все время благодарю. Я сижу, занимаюсь, пишу там по интернету. Я не слышу, что вокруг меня. И мне говорят, вы сейчас говорили о человеке, а он только что против вас выступал. Ждали, что вы дадите реплику и вы врежете. А я даже, говорю, не слышал. А я стою и опять о нем доброе разговариваю, и он не может понять. После таких слов моих. А я не слышал. И поэтому хорошо, что я не слышал. Мы с ним-то остались в хороших отношениях. А иначе бы я среагировал на его неправильные слова. Понимаешь как? Это мне на пользу. Что-то я не вижу там где-то. Я бедный. Это во благо мне. Я благодарю за бедность свою. Вот нам ехать сейчас, и худо-бедно, нам 11 тысяч евро только нужно было на дорогу, на бензин. Ни рубля нету. Все нашли. Теперь в стране надо сколько? А где нашли? А? На дороге. От Бога моего. Великого и славного, всемогущего создателя. А который деньги здесь нужно было? Не хватает 150 тысяч. Я обычно уже в 9, всем говорю, не звонить после 9. После 9 начинается молитва, мы отходим. А в этот день я засиделся отвечать долго по интернету. И вдруг один заходит и говорит, я у вас на интернете был, вы там говорили книги издаете. 150 тысяч, вы примете, мне ровно 150. Из Калининграда. Я его никогда в глаза не видел. Я говорю, да книги изданы, теперь мы на путешествие. Ну вы на путешествие возьмите. Иди завтра получи. Он деньги присылает. А я иду и думаю, там со своими, поговорил. Скажите, вы могли бы, а я вижу, даю тысячами бумажки по тысячам. А есть самая большая ассигнация 5 тысяч. Мне нужно, чтобы меньше занимало место. Прихожу, впереди меня выдают по тысячам, я подхожу, а мне по 5 тысяч и выдают. Нужными ассигнациями нужно точно вовремя. Это молитва. Мне нужно книги выкупить. Денег нет. У меня дома было 2 или 3 священника ночевали. Причем стали молиться. Я говорю, братья, у меня нужна завтра типография, уже требуют деньги. Предоплату я сделал, теперь надо выкупить книги. А это 38 книг? Это 38 раз я должен был вот так стоять перед Богом и просить. Они говорят, а откуда деньги? Да у Бога, я прошу, я же его не в человека. Ну хоть какие-то предположения. То есть, какие они? У меня нет знакомых. Легли спать. Примерно в час ночи звонок. У меня первая мысль была, я же наказал после 9 не звонить. Я в 4.30-40 уже встаю. Время совсем на сон мало остается. Звонок, ладно. Кто? Так, это говорит США, Сакраменто. Говорят, у вас храм во имя Климента. Я говорю, нет, это лагерь. У нас дядя Климент умер, и нам сказали, что где молятся, там, мы хотим деньги вам выслать. На утро я пошел, уже получил. Никогда людей не видал. А священники-то у меня были, звонок это слышат, для них это глаза. Это вера. Понимаешь, вера, побеждающая все. Вот вера, победившая мир. У меня голуби. По розеству они летят, переворачиваются. Я любитель голубей. И все это видят. И голубь ловит самых хороших, потому что они выше всех взлетают. А вот сокол, у него крестерская скорость в три раза больше. Ну я вообще могу только плакать. В городе стрелять не буду, да и не попасть. Что делать? Все знают о моей беде. Голубятия моя исчезает. Тогда я попросил ребят, они крест сделали большой и зрея. Выше дома священника, святой водой парили. А там река опь, и за оттуда там лес, и оттуда прилетают эти ястреба. И тогда они залезли в ветви и закрепили его там. Крест этот освященный-то. Скажи, не один перелетет ему. Вижу, вдоль этой линии летит за крестом ястреб. Ко мне больше ни разу не залетел. Вера. Люди пришли к Иоанну Златоусту и говорят, мы идем паломники в русалик. А там лев подстерегает и каждый раз одного-двух утаскивает. Он там пошел, посвятил. Проходит время. Слышит, водя такая идет, пошли, лев дохлый там уже лежит. И ястреб мой где-то сдох. Вера. Я с верой обращаюсь ко одной больной, рак. Вот она испытала, что это такое. Мне первая книга стихии, надо выкупить. Денег нет. Я ей говорю, Надежда Павловна, ты придешь, когда туда, а уже она исповедовалась, соборалась, ты подойди к Господу, к Божьей Матери, а потом Николу чудотворство найдем, любит подкидывать золотишко там, дочерей-то выдавать. Ты обратись к нему, я очень нуждаюсь. За четыре дня до смерти я пришел, говорю, ты помнишь? Я помню, помню. И вот сорок дней проходит, а мне люди звонят, приходят, ну что? Все знают общего дня, я говорю, ничего нет. Уже полдня проходит, сорокого дня. Ну что? Да ничего нет. И вдруг человек приходит. Вы говорили, вам деньги нужно, да? В руках у него маленький сухвояжек. Я вам деньги сейчас дам, но только одно условие, чтобы ни один человек про это не знал. Он предприниматель. Выкладываю деньги. Я тут же на автобус книги выкупил, мои книги. И в газетах была напечатана помощь с того света. Маркер-экспресс. Это вера. А ты знал, что человек этот поможет? Никак. Сакраменты я даже понятия не имел. Это я говорю только о деньгах. А если расскажу обо всем, что Бог делает? Когда доверяешься целиком Богу. Ничего нет, ничего я не знаю. Вот он мог и не поехать, его дело. Он с нами муху какую несет. А ему это урок, ему научение здесь. И это тоже. А вот как раз хотела спросить и сказать, а вот как научиться доверять Богу? То есть вот это же как-то... Ну как научиться? В первую очередь нужно осознать свою немощь. Богу дать место. Я делаю сравнение такое. Вот смотрите. Вот это вот наша сфера, мы живем. А вот это наше я. Я бы сделал, но у меня семья, жена. Ну не могу я. А вот это я бы... Ну у меня работы не могу. Значит я институт качал. Вот мое я торчит здесь. И здесь, ну я бы тоже сделал, но у меня такая квартира, меня выгонят. Вот это нужно все сломить, чтобы Дух Божий носился над водой. Где Дух Господень, а здесь нет свободы. Сказать, не сказать, сказать, не сказать. Скажу, выгонят. Я ни разу об этом не думал. Я ей сразу сказал, ты неправильно делаешь. Она мне приняла, а я ее обличаю. Я тебя, чтобы не видел, приду еще, чтобы ты днем лежала. Вот так сиди, вставай, делай гимнастику, разыгрывай кровь. Еду уменьши, перейди на сухарики на дне. Лишнюю тяжесть сбрось, и у тебя рассосется все. У меня сколько таких было? Не, давай таблетки, брат, не брать. Ты еще Богу послужишь, говорится, не один год. Притом, это надо делать не завтра, а прямо сегодня решить. Мне Богусь пришла. Сюда Кирилла Б. Антоновича. Еще. О, Кирилл Антонович есть такой, знаете, да? Какого Сахарова? Кирилл Антонович есть в Пятигорске. Нет, не знаю, Кирилла Сахарова знаю, прекрасный человек. Так, слушайте, сколько ему? 85 лет, да? Он ездит и везде лагеря для этих самых. Ну, он баптист. Он баптист для этих самых. Организует лагеря. Алкоголиков. Для алкоголиков. Вина тянет все время. И жену свою на коляске, у нее рак. У нее уже четвертая степень. У нее уже четвертая степень. Да он ее на Дальний Восток. На Дальний Восток проповедовать там. Она уже не могла детское организовывать. Он был недавно у нас. Он такой, как вы, точно. Такой и худой такой, и такая борода. Да что еще? Лоточек потерял. Где-то выпал. У меня где-то он был, может, здесь. Нет, борода у него не тыхает. Не тыхает? Нет. Ну, не тыхает. Да, вот это у него, конечно, такое. Был такой русский антикризис, Иванов, это обливание холодной водой. Но у него есть хорошее слово. Главное, это болезнь, не впущать в тело. Не впущать. Ну, вот он не впускал жене. И она, конечно, до Одессы довез ее. Больше земных поклонов. Потихоньку начинай, трудись, шевелись. И еду уменьшай, и просто рассосется. Ко мне одна приходит, она учительница. На занятия приходит, в университет. У нее рак. Она неделю, кажется, не ела, неделю или больше. И молилась, сходила на занятия, полностью рак, полностью ушел. Нету. И она перестала ходить. Выздоровела, зачем ходить-то? Есть такое житие Пимена многоболящего. Он лежит, буквально гниет. А рядом другой брат. И этот ему говорит, да, вот был бы. И монахи ушли опять куда-то. Никто не пришел, даже из-под нас не убрали-то. А вот я бы, если здоровый был, я бы за тобой так ухаживал. А Пимен говорит, ты здоров, вставай. Тот встал. И стал за ним ухаживать. А потом охладел, охладел, охладел. И своими делами, как монахи занялся. И опять заболел, ой-ой-ой. И опять лег. Он говорит, ну, теперь лежи, расты. Светлана Копылова, слышали такую? Она поет, два больных-то лежали как. Ага, да. Хорошо? Да. Он так на краску дверную смотрел. А тот ему рассказывал, а сам был слепой. И рассказывал о чудных каких вещах. А тот позавидовал. Завидовал и зависть сжирала его, ежедневно сжигала. И он даже кнопку мог дотянуться, вызвать сестру милосердия не вызвал. Ну, он занял его место. Да. А как же стена здесь? Да он же с детства ничего слепой не видел. Ты должен, ты обязан себе показать образ Христов. Этот храм твой. Ты еще за него отвечать будешь. Почему ты так поставил, что он разрушается у тебя? Не поддавайся. Я лежал на операции. У меня операции разные были. Очень тяжелая операция. Ну, на позвоночнике там. Я на стройке работал где-то. И быстрее меня никто не выздоравливал. Вот сестра пришла. А палата какая? Она говорит. Вот единственный человек, у кого быстро на поправку. И только у него выси... Они же выпивают, когда никого нет. А я встану, пойду в тренажерный зал, помаленьку ногами шевелю. Уже на третий день после операции начал шевелиться. Прошла неполная неделя, меня отпустили. Я пришел домой. Чурочка у меня вот эти рейки, дрова привезли. Я сидел на чурочке, так живот придавил коленка. И всю машину перерубил. А что я их делал в операцию? Ты на Бога надейся и ищи способы послужить ему в здоровом теле. Чтобы у тебя сила была. Ну, не такой уж здоровый, а все-таки. Ну, давайте, пойдем что ли. Тома, ты пойдешь, нет? Так, что там с Атам Павлом-то? Ну, пошли. Уже давно. Давайте. И родители вот этого отца Павла, которому вы сейчас идете. Да. Петр и Валентин. Вот вы с нами провели беседу. Я была настроена, что священники все пьют, курят, деньги берут. Вот. И все прочее, прочее, что с этим связано. И православные, это не совсем люди, которые ни Бога не знают, и не читают Слово Божие, и все, и нечего там с ними. А мы, значит, вот у нас община хорошая, мы ревнуем, и у нас благовестие везде, и в автобусах, и мы это делали. И делали очень это, ну, искренне, не бескорыстно. Мы не то, что мы ничего, нам не надо было, кроме того, чтобы мы понимали, что мы делаем дело Божие, дело Христа. Вы нам объяснили, что священники, значит, вот у них они рукоположенные, они законные, вот это. И мы должны, значит, а те, которые, во-первых, вы нам поставили вопрос, что, а вы знаете такого, который там пьяница и блудник, и все. Мы, конечно, мы никого не знали, мы говорили так, люди говорят, и мы, значит, повторяли, вот. И нас это очень как-то ваш вопрос, он нас, ну, как бы остановил, чтобы мы меньше говорили, а все-таки как-то разобрались, вот. И потом, ну, там из-за язык славянский, из-за все, мы, что там ничего не понятно, и ничего там не проповедуют, и не говорят. И люди не Библию не читают, в общем, все вот это вот такое, вот. Когда вы нам объяснили саму ценность церкви, вот, православной, и что именно православная, потому что вы-то говорили с нами не так, как там, люди неверующие, уже же мы верующие люди. Нам надо было только указать, что истина православия, и что нам надо ходить в церковь, в храм, а не туда, значит, ну, как это сборище, как это так вот считается, сборище там, сектантское. Мы это все поняли, приняли, поверили, что это так. И вы направили нас, Анна Филипповна, к отцу Антонину. Это был священник в соборе, вот тут вот на Успенский соборе, на Советской армии, самый молодой священник. Перед тем, как вы уезжали, вы сказали, что вот я уезжаю, вот я разговаривал со священником, он такой и такой, вы писали его внешность, такой светлый, приветливый, такой, ну, в общем, вот такой. И вы сказали, что вы потом подойдете к нему, потому что мы ничего не знаем. Как к священнику подойти, что спрашивают, и как вообще в храм, там, вот ничего. Как пришла я с вами в четверг тогда, в Великий четверг, вот тут один раз в службе, так больше после этого мы с вами не были в храме. Мы были, беседы там проводили, Анна возила вас везде, там по баптистам. Ну, в общем, вот так. И вы сказали, вы к такому-такому подойдете, и он вам там потом подскажет дальше. Ну, мы не подошли к нему, потому что мы не знаем, и стеснялись. В общем, короче, нам попал уже отец Василий Мужилов, вот, и мы уже так с ним, он нам так сказать, уже потом нас наставлял православить. Вот, так я хочу спросить, что мы тогда настолько поверили глубоко и все в свое заблуждение, что там заблуждения, священства нет, и всего вот этого нет. И что вот это вот все эти, там, наши выступления, там, вот это вот, вы еще говорили, что наедарно показывает, что, ну, в общем, вот, что все это, оно ничего не дает для спасения души. Это вот все вот так вот. И мы, значит, перешли, оставили мы то, претерпели там гнение, нас там хорошо, сильно нас там погнали оттуда. И, правда, нам это так помогло, что погнали нас, потому что иначе мы бы, мы понимали, что там любовь такая, что там все, что, что это там православные такие, батюшки там, священники, а тут такая любовь. Потом, как проявили к нам любовь, такую, что сказали, что даже никто не подходить и не приветствуетесь и не разговаривайте с ними, и все. Мы на целый квартал отходили там, чтобы, потому что нас боялись люди, вот. Ну, в общем, ну, мы это все перенесли, все это прошло, все это, вот. Вот, а вот теперь вы вот так вот говорите про священников, все, так, по-моему, что они же те, которые тогда были, и теперь такие, ничего не изменилось. Да вопрос в чем состоит? Ну, в чем, вот почему. Разница, я поясняю, вы другие стали. И с вами разговор идет по-другому. Я не догматик, я меняю тактику. Вам достаточно того было. Сегодня вам нужно смотреть шире. Вот они не проповедуют. Да, и с этим надо согласиться. Не защищать. Не проповедуют. Они сознают священники? Да. Вот я говорю, я выступаю в епархии, в прошлом году в епархии, в московской патриархии. Священники ни один, ни одного слова против сказать не может. А я им говорю слова, которые сказал Сеоропим Саровский. Я за то, что большая часть священников погибает. Что они не учат народ. И у нас каждый пятый священник запрещенный. Пятый, каждый. Из 100 священников 20 запрещенных за неблагодные дела. Я обязан это говорить. А, ну так хорошо. А ну если бы вы нам тогда сказали... А тогда нельзя. Я говорю, другое состояние ваше было. Вы это сами все увидите. Мне нужно было вам показать. Вне церкви нет спасения. Иларион Троицкий о чем пишет. Нет спасения. Деяние апостола в 2.48 ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Вы это увидели. А остальное дальше увидите. Я никогда, ни тогда, ни сейчас вам не показывал защищающим себя беззакония. Они не учили. Они и не учат. Но есть те, которые начинают учить. Не было даже погружения где. Не крестят. Сейчас купели везде строят. Вот была книга такая. Сейчас она вышла. Закон Божий. Закон Божий. Закон Божий от зарубежного. Там на букву С. Как не знаешь? Слободской. Слободской. И вот там пишут, что раньше говорили, когда крестишься, то нужно полагать на щело, на грудь, во освещение чувств, правое и левое. Поклон. Я всегда говорил, это неправильно. Если нарисовать черту, то вот здесь за черту вот проникнутся. А это выше. Крест перевернутый. А сейчас прямо это рисуют и говорят. А то надо же, столько лет до революции учили неправильно. И один благочестивый человек нам указал на это теперь на щелево, где пул. А почему не указать, кто этот благочестивый человек? Ну они ошибались. Да как, по-твоему, что книжки ошибаются? Ошибаются. Ты просто нарисуй вот эту черту, плечи, и куда ты стоишь на грудь. Какое освещение, когда говорим об Иисусе Христе, мы рисуем крест. Крест Иисуса Христа на Голгофе. И все мысли должны быть о Голгофе, а не о освещении чувств. Господи, Господь всему, Иисус Христос, через лево, девы, не через грудь, получил ты имя, Иисус Христос. Сын Божий, вознесся по правой стороне, на левую. И помилуй меня грешного, чтобы на левой стороне не стоять. Вот и все. Так, отпускай меня с тобой. Я допускаю. Спаси Христос. Я вас отпускаю. Это на разном этапе тебе как раз то и необходимо было, что ты получила. А сегодня...